Приветствую вас и реакцию вашей девушки можно объяснить тем, что с одной стороны чувства к вам у нее еще какие-то остались. Ну, она просто неравнодушна к вам. Это может быть как симпатия, как привязанность, так и нужда в чем-то. То есть тут есть масса личных ее мотивов, по которым вы для нее что-то значите. Но, поскольку изначально человек призонировал себя так, что для нее личная свобода, личные границы важнее всего, важнее чем, скажем, любовь, отношение и прочее. То, когда вы с ней встретились, когда вы с ней пересеклись, она почувствовала, что вновь к вам испытывает влечение. И, поскольку девушки, ну, ситуация довольно эмоциональная, то она расследила как? Он знает, что я к нему что-то чувствую. И он специально меня преследует, чтобы вновь лишить свободу. Вы действительно не сможете никак оправдаться перед ней и объяснить лично ей, что вы ее не преследуете. Чтобы просто случайно оказались там, где вы оказались. Может быть, у вас получится это брату ей объяснить, может быть, но не ей. Почему? Потому что она движима своими эмоциями. А эмоции у нее такие, что она к вам неравнодушна. Но боится потерять свободу. И, поскольку свобода для нее на первом месте, и она руководствуется достижением ее, этой свободы, сохранением ее охраны, то эмоции, которые являются влечением к вам, она воспринимает как что-то негативное, как что-то угрожающее ее свободе. И поэтому реагирует на вас таким образом. То есть, в чем ошибка девушки? В том, что она позволяет себе эмоционально окрашивать определенные ситуации, связанные с вами, в своем субъективном ключе. То есть, вот она встретила вас, да, на мероприятии, увидела вас, и, поскольку у нее в клан еще какие-то чувства есть, она почувствовала влечение, почувствовала, что вот внутри нее все-то колыхнулось. И естественно в том, что у нее внутри что-то колыхнулось, виноваты вы. Потому что вы пришли туда, вы специально попали с ней на глаза, и вы специально пытаетесь вновь ее себе починить. Девушка невдомек, к сожалению, что все то, что вы делаете, это ваше непринужденное, не связанное с ней поведение. А она связывает ваше поведение с собой потому, что сама эмоционально вовлечена в ситуацию и во все, что связано с вам. Более того, она эмоционально вовлечена во все негативное, что с ней может произойти в контексте вас. Вот как вы написали, что колесо проколото, вы виноваты. То есть вы специально прокололи ее колесо, чтобы виноваты ограничить ее свободу. Это значит, что чувства у девушки к вам достаточно сильны. Но вот страх потерять свободу как бы сильнее. Она боится не свободы, боится ограничений, боится какого-то подчинения, что ли. И этот страх, он идет у нее, скорее всего, из детства. Он, скорее всего, межает ей вообще по жизни, не только с вами. Потому что, ну, такая реакция, я вам свидетельствует о аномальном уровне страха. И, естественно, девочке нужна помощь. Помощь по преодолению этого страха. Почему? Потому что, смотрите, какая ситуация получается. Девушка сказала, что вы ее ограничиваете. Хорошо. Вы с ней расстались и вроде бы как ограничивать ее перестали. Но она все равно не свободна. Потому что каждое негативное происшествие в своей жизни, она воспринимает, как вашу негативную деятельность. А ваша негативная деятельность является для нее как раз-таки олицетворением своей несвободы. Значит, для освобождения ей мало, чтобы вы просто исчезли из ее жизни. У нее этот страх, эта несвобода находится внутри сознания. Может быть, даже в подсознании. И пока он, пока вот эта несвобода у нее там, абсолютно все будет восприниматься ей, как пофигаторство на ее личные границы. И здесь, неважно кто, вы, брат или кто-то еще, она все равно будет видеть все в контексте твоего страха. Вот чего человек боится, то он везде и видит. Есть хорошая поговорка, вот страх и глазабельный скинь. Вот в вашей девочке это применимо на 100%. Она боится, и она везде видит угрозы тому, что она пытается защитить. И в этом случае, в этом смысле, вашу девочку нужно пожалеть. У нее достаточно серьезные проблемы. Вначале это страсть для свободы. Теперь это идея, и я бы сказал, навязчивая идея о преследовании. Конечно, может быть, это выглядит только из вашего письма так. И действительно, это все может быть более, так сказать, приближено к норме. Но, тем не менее, то, что у вашей девушки есть определенный пунктик насчет свободы, это все-таки факт. А если у человека пунктик насчет свободы, значит, он очень сильно боится эту свободу потерять. А если человек боится, если человек испытывает страх, то он, как минимум, не свободен уже. Он не хозяин своих действий, он не хозяин своих поступков, он не хозяин своего поведения. Он движен в страх. И именно страх диктует ему свое поведение. То есть человек, который боится несвободы, и предпринимает усилия для того, чтобы обрести свободу, он, как это ни парадоксально, уже не свободен. И он будет несвободен до тех пор, пока не избавится от страха. И избавление от страха – это не есть устранение внешних причин. Избавление от страха – это не есть устранение внутренних причин. Понимание того, чего же человек боится. А это сидит внутри нем самому. Вот примерно так можно понять вашу девушку. Надеюсь, что помог вам. Рекомендую в легкой, ненавязчивой форме, возможно, через ее брата, позавидовать ей обратиться хотя бы на наш ресурс с тем, чтобы мы помогли ей избавиться от этих проблем, от этих ненавязчивых мыслей, от этих страхов, которые в ней сидят. Я считаю, что она была свободной и получала от жизни удовольствие. Если у вас какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Лучше.